на что же еще на какой же вопрос вам еще ответить какой же ответ как совладать с драмой в жизни как совладать с драмой в жизни дорогие вы мои друзья солнышки вы думаете в моей жизни драм нет но у меня вся жизнь сплошная драма сплошная драма я выстраиваю сама себе позитив иначе я бы уже давно сдохла надо срочно как-то знаете драма драме рознь кто что под драмой подразумевает кто-то понимаете у кого-то деньги украли для него драма для меня это не драма вообще никогда ну ушли придут я всякого жить умею и бедности и вообще без всего я проживу вот для кого что драма драма в личной жизни предали любимый человек обманул вас ушел кто-то из жизни близкий ну понимаете тут надо каждую каждую ситуацию тогда вот как-то рассматривать в отдельности потому что в каждой ситуации я на каждую ситуацию я бы ответила по разному но если вообще так сказать вот чтобы что делать если вот драма в жизни сменять и не сменить срочно обстановку вообще поменять обстановку если я допустим ну как бы сильный человек в плане вот того что там вот вас гнетет вот все это все напоминает вам все я могу абстрагироваться мне как-то полегче в этом плане у меня очень большая сила духа господь меня держит в рамках держит но иногда с меня как знаете как хлистанет и я не даю этому 100 остановки пусть хлещет я выривусь я все это надо это надо сделать прямо выплачусь вот вся вся опухнула такая вся ну и что ну и что у тебя чё на таха били что ли я говорю ну почему же били то почему же сразу били то я говорю ну опухла немножечко я перепела вчера ну так ради шутки скажу там что-нибудь ляпнул лишь бы отстали даже кому какое дело лезут в душу иногда надо просто идти на улицу с вечера особенно если ночью ревешь в подушку так вообще с утра все никакущая опухшаяся нужно менять обстановку нужно менять обстановку и воспринимать вот это то что произошло как то что уже все уже оно произошло изменить уже невозможно ничего но смотря какая конечно ситуация не бояться если допустим драма какая-то и вы чувствуете за собой вину так идите кайтесь встречаетесь разговариваете вас могут сначала не понять отбросить вас как бы не принять ваши извинения если вы виноваты в этой ситуации все равно идите идите отбросили уходите но тот человек который вас не принял ваше прощение и вашу искренность не принял он будет после этого страдать и мучиться и он сам потом придет и позовет и ему будет не очень хорошо потому что в нем будет работать господь и скажет ну ты что он к тебе пришел человек он же искренне перед тобой извинился же что и его вот так вот с ним поступил он сам придет и тут сыгрю смотря какая драма смотря какая драма уберите без содержания уезжайте куда-нибудь берите и не думайте что вот значит там денег нет куда я поеду на что я поеду да найдутся да найдутся езжайте на природу езжайте каким-то старым своим друзьям может быть с которыми сто лет не виделись и я не знаю смените обстановку но так вот сложно если не знать четко ситуацию ни в коем случае не пить алкогольные напитки это удел слабых людей только слабый человек может пить когда у него горе драма начинает заливать все это нет 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 это не это не выход это совершенно не выход и в отместку невестки тоже знаете назло мужу сяду в лужу это тоже не выход это глупость это детский сад нет сменить обстановку уехать куда-то либо окунуться в какой-то новый труд какой-то не загнати какой-то дело такое которое вас целиком прямо бы полностью вас будет угодно здраво блатит и вы будете трудить трудиться трудиться и вы и вы как бы врель же легче но лечит ленок и говорю как не грути все конечно вы не забудете конечно все это тяжело senova время вылеченный но Увлечивает время. Отпустить. Потому что если, допустим, человек ушёл от вас, и вы понимаете, что это всё, ну вот всё, возврат невозможен уже, реально понимаете, с точки зрения всех, логика, ну в общем всё, вот всё. Дайте зелёный свет, отпустите. Хочу убиваться. Ну, уже всё, уже произошло, уже всё вот так вот случилось в жизни. Отпустите, отпустите, благословите эту ситуацию. Поверьте, что в вашей жизни начнётся новый виток. Мы же по спирали идём, у нас вся жизнь вот так по спирали. Будет что-то новое в вашей жизни, вы должны думать о хорошем, только о хорошем. Если вы будете думать о плохом, будете вот так вот замыкаться, во всём этом, ну так оно и будет, так оно и будет. Нужно думать о хорошем, только о хорошем. И всё будет прекрасно у вас. С наступающим Новым Годом! Сейчас вообще такое прекрасное время, такое весёлое время. Время встреч, время знакомств, время перемен. Поменяйте дома мебель, передвиньте её, не знаю, покрасьте стенку какую-нибудь, что-нибудь. Я любила всегда передвигать мебель, белить, красить что-нибудь. То есть какую-то смену надо сделать, вот что-то как-то. Вот тут стоит стол, вот туда поставите, или ещё что-то скажут, а зачем вам там нужно? Ну, маленько постоит вот там. Ну, что-то надо сделать. Не знаю, перестирайте бельё, снимите шторы. Что-то сделайте, вот такое. Такое, купите новые шторы себе. Хорошо купить новые шторы. Они так украшают всегда интерьер. Может быть у вас с этими шторами какие-то воспоминания со старыми. Ну и снимите вы их, ну купите новые. Ой, ну творить надо, понимаете, творить. Творить себе судьбу. Творить. Будьте творцами своего счастья. Всего вам доброго. Обнимаю вас всех. С наступающим Новым Годом. Всех вам благ. До новых встреч. Может быть уже даже и в 2017 году. Не знаю, как у меня получится, потому что остаются ещё полтора дня. И я тоже поеду. Я тоже поеду в неизвестность. Поеду туда, где никогда не была. Мне очень любопытно, как всё будет. Буду гулять с моралами, буду играть с моралами. Буду с ними разговаривать. Потом вам расскажу. Как там было и что там было. Может быть вам тоже захочется поехать туда, где мы с Ольюшкой будем получать лечение. И тебя вылечит. Помните, как это в фильме? И тебя вылечит. До новых встреч.